Кажется, давно уже вернулся из армии, но до сих пор с благодарностью вспоминаю вас, Анатолий Степанович, капитана Силина. Нас было много, но вас хватило на всех. Работаю в совхозе, но и тут армейский опыт пригодился, особенно в работе с людьми. Спасибо вам за добрые советы, за приобретенную специальность, за то, что помогли стать мужчиной. В нашем фильме мы зачитаем лишь некоторые из многих солдатских писем, писем их близких, родных. Но, конечно же, каждое солдатское письмо отражает то, чем живут наши воины. Всех их объединяет нелегкий солдатский труд, долг перед Родиной. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды вооруженных сил, принимаю присягу и торжественно клянусь быть честным, храбрым, дисциплинированным, битерным в войне. Наша дружба покрепче в железо, присягали в одном из краю, послужить это, братцы, полезно, здесь проверишь ты волю свою. Служить это, братцы, полезно, здесь проверишь ты волю свою. Служить это, братцы. Служить это, братцы. Служить это, братцы. Уважаемая Корине, как только ты уехала, сразу после присяги я заступил в наряд. Сейчас уже мы на равных с другими ребятами ходим с оружием на ответственные посты. Бывает и жизнью рискуем. Гранатометы, пулеметы, ПТУРы, танки, БТРы – это наши будни. Дело в самый раз для мужчины. Вчера отличился. Вышло так, что мы с замполитом вдвоем проводили занятия. Честное слово, вот тут я не хвалюсь. Ты же знаешь, как в правлении мы разбирали решение съезда. Так отложилось, что, кажется, сам придумал. Вот тут и случилось втолковывать их ребятам. Замполит благодарил и уже успел дать новое задание. Теперь загрузит. А когда я буду на снарядах заниматься, смотрю, как другие ребята крутятся, вертятся. Аж завидки берут. Вот такие вот дела. Надо было еще дома думать. А теперь придется крутиться. Командир мне сказал, станешь сильным. Сквозь огонь на учениях ползу. Становлюсь я, ребята, двужильным. Всех препятствий пройдя полосу. Становлюсь я, ребята, двужильным. Всех препятствий пройдя полосу. Вот наши великвия. Это средство, которое обеспечивало, так сказать, связь, обеспечивало все средства, все распоряжения, которые исходили из командования, от командования и исходили из самого Ленина. Перевозились всякие донесения, всякие распоряжения по частям. Великвия, который обеспечивал нас тогда, потому что больше других средств не было, кроме великвия и коня. С нашими средствами сегодняшними, конечно, нет никакого сравнения. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Спасибо, брата, за листа, за хорошие новини. Так и повияло родным. Доброе, что не подвел и знал Петра Сидоровича на рахунок работы. Я кличу хлопцев в наши краи. Если еще и житло, то не я тихо сумнюю. Спасибо, брат, за письмо, за хорошие новости. Так и повияло родным. Хорошо, что не подвел и узнал у Петра Сидоровича насчет работы. Я же зову ребят в наших краях. Если еще и жилье, то никаких сомнений. Вот увидишь, ребята надежные. Николай, о котором я тебе писал. Работяга, что надо. Да и руководить может. Он у нас комсоргом. Посмотрел бы, как песочат нерадивых. Аж перелетят. Ребята все за него горой. Так вот вместе и приедем. Свободного времени почти нет. И встаем рано, и день короткий, но надо все успеть. Сдал экзамены на вождение боевой машины. Думаю, что специальности в гражданке пригодится. Дни летят быстро, только успевай. Попался хороший сержант. Не боится на себе пример показать, особенно где трудно. Но и спрашивает с нас, будь здоров как. Но глядишь на него, ему-то не легче. И тянешься, чтобы не отстать, чтобы сделать не хуже. Здравствуй, сын. Горы по тебе соскучились. Твое дерево зазеленело. У твоей Тамрико до следующей весны косы вырастут еще длиннее. Я была бы рада назвать ее дочерью, но сын мой, последнее слово и первое слово за тобой. Как твоя служба? Поправился ли капитан? Я рассказывала людям, как ранило его, как он бросился на помощь солдату. Это сама жизнь, сынок. В армии, как и в горах, одно горе на всех. Случись что, каждый бросается на помощь, не думая о себе. Знай, равнодушные никому не нужны. Знай, равнодушные никому не нужны. А то и не заговорил. Я! А то и не восistение. В армии. Расс! Дорогие солдаты! Мы приехали к вам из лагеря комсомольского актива и привезли с собой маленький концерт. Мы надеемся, что наш концерт вам очень понравится. Дорогие солдаты! Стоп! Сейчас наши ребята выступят. Счастье никуда от нас не денется. Знаешь, все мы в армии родня. Можно на друзей моих надеяться. Значит, в том числе и на меня. В письмах шлю тебе рассветы синие. Это в нашей роте не секрет. Если ты мне кажешься красивою, значит, никого красивей нет. АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогая мама, когда бежишь в тяжелых сапогах по песку, весь мокрый, вспоминаешь дом, чистое озеро, сады, хлопковые поля. Иногда, кажется, не выдержишь, но встретишь глаза друга и идешь. Командир взвода молодой парень. А мы собрались кто откуда. Так что ему работы с нами хватает. На марш-броске чуть не увязли в болоте. Приходилось вытаскивать молодых. Вспомнил самого себя. И вообще один бы здесь пропал. Хорошо, что есть кому поддержать в трудный момент. Раньше разговоры служили вместе. Для меня были лишь слова. А теперь я за этими словами вижу большой труд, усталость, натертые мозоли, солдатскую кашу и дружбу. Здравствуй, Янис. Обрадовал ты меня, внучек. Ты, видимо, знаешь, что я получил письмо из твоей части. Очень тепло отзываются о тебе командиры. Ну что ж, это результаты их работы. По себе знаю, тяжело им. Заходила Лайма. Ждет тебя. Барс, кажется, чувствует каждую твою весточку. Становится веселее и гривее. Пиши подробнее, чаще. Служи спокойно. За меня не волнуйся. КОНЕЦ 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 Чтоб не знали войны наши дети, Чтоб не знали войны наши дети, Чтобы жизнь сохранить на планете, в нашу армию парни идут. Чтобы жизнь сохранить на планете, в нашу армию парни идут. Субтитры создавал DimaTorzok